Обувь для ребенка подбирается строго по размеру, не больше полусантиметра от реального размера стопы. Подпяточник должен быть твердым, он не должен быть сформирован как у чешек или макосин. То есть он должен фиксировать пятку. Пятка должна в обуви быть фиксирована. Подпяточник должен быть приблизительно размером с пяточку. То есть если мы говорим о маленьких детях, то делается это очень просто. Пяточка измеряется, ширина пяточки измеряется пальцами, там два-три пальца, вставляется в обувь подпяточник и смотрится насколько большой есть люфт. То есть желательно, чтобы он был минимальным, чтобы пяточка в обуви была хорошо зафиксирована. Что касается летней и зимней обуви, то есть опять же здесь важно понимать, что зимой мы покупаем высокую обувь, она выше, она не должна блокировать движение в голеностопном суставе. То есть голеностопный сустав во время шага должен всегда работать. летняя обувь должна быть соответственно по размеру. в голеностопном суставе. В голеностопном суставе. В голеностопном суставе. В голеностопном суставе. в голеностопном суставе.